здравствуйте дорогие друзья с вами сергей городенский и рад вам представить программу повышение квалификации after effects основы создания визуальных эффектов и анимации в данной программе повышение квалификации мы разберем все основные инструменты программы after effects как я уже сказал это довольно таки популярная программа которая популярна благодаря своей простоте и универсальности мы с вами разберем такие вещи как непосредственно композ композитинг то есть возможность накладывания двух видеорядов друг на друга либо накладывание видеоряда на что-либо иное фотографию слой с графикой с титрами что-то подобное вот инструменты которые для этого используются в частности инструменты наложения слоев начиная от режимов наложения заканчивая ротоскопингом кейнгом трекингом в различных вариантах и так далее а также посмотрим каким образом можно создавать эффекты в данной программе как использовать фильтры которые уже вложены в данную программу также как создавать какие-то свои фильтры эффекты совмещая несколько эффектов вместе для того чтобы сделать что-то новое вот то есть разберемся именно с ну вот такими инструментами также поговорим вместе с вами о шейповой графике как создается шейповая анимация в after effects то есть достаточно трендовая такая рисованная графичная анимация которая в принципе достаточно быстро и просто создается в after effects но несмотря на свою простоту она завоевала большую популярность и очень интересно как зрителям так и художникам которые работают с этой графикой если рассмотреть программа повышения квалификации непосредственно по модулям и потому из чего она состоит то первый модуль посвящен непосредственно а знакомство с данной программой знакомству с интерфейсом системным требованиям программами данной программы да и мы открываем просто эту программу знакомимся как именно она устроена и что в ней можно сделать второй модуль посвящен шейповой графики шейповой анимации Также мы рассматриваем базовые понятия того, какие есть свойства у каждого слоя, как их можно анимировать, трансформировать и так далее. То есть, в принципе, продолжаем знакомиться с базовыми понятиями, но уже в контексте шейповой графики. Следующий модуль – работа с титрами и текстом. Мы посмотрим, каким образом можно вообще в целом работать с текстом в данной программе. Также, как можно накладывать, создавать различные анимации с помощью как вложенных анимаций в саму программу, ну, так сказать, предустановок, так и создавая свою простую анимацию для текста в After Effects. Следующий модуль посвящен 3D-слоям и всему, что связано с 3D-слоями. То есть, здесь также мы касаемся вопроса камеры, света. По ходу данного занятия мы работаем непосредственно в трехмерном пространстве After Effects и разбираемся, что можно в нем сделать. Пятый модуль – работа с анимацией и эффектами. В теоретической части мы разбираемся с 12 принципами анимации Walt и Disney. Также разбираемся, как их можно воплотить непосредственно в этой программе. Здесь мы касаемся вопроса Graph Editor. Смотрим, как настраиваются кейфреймы, на что это влияет. В части, которая касается эффектов, мы еще раз разбираемся с эффектами, которые мы часто используем по ходу работы с данной программой. Смотрим самые популярные эффекты, которые нам понадобятся и как их можно применить. Следующая тема – это работа с видео. Следующий модуль посвящен работе с видео. Мы начинаем с того, что просто знакомимся, где именно можно найти интересные бесплатные видеосэмплы для нашей работы, как можно их импортировать в программу. Далее разбираемся с такими темами, как ротоскопинг, скейинг, работа с масками, для того, чтобы поподробнее разобраться, как именно можно работать с несколькими видео и создавать новые эффекты, накладывая одно видео на другое. Также работаем с темой трекинга, то есть отслеживаем точку, либо отслеживаем камеру на видео. Следующий модуль – плагины и выражения. After Effects интересен тем, что можно загружать в него дополнительные плагины, расширяя тем самым его возможности. Мы рассмотрим, где можно найти определенные плагины, рассмотрим, как их загрузить и установить в программу, как они используются. Также поговорим о выражениях, что это такое в данной программе, какие возможности они добавляют, для чего они нужны. И разберем несколько примеров простых выражений, которые пригодятся каждому при работе с данной программой. Следующий модуль посвящен выводу проекта из After Effects. Здесь мы касаемся такой темы, как экспорт, экспорт в MPEG-4, экспорт в MOVE, в том числе с использованием прозрачного фона. И также разбираем вкратце возможности монтажа в Premiere Pro и в чем преимущество монтажа больших проектов в Premiere Pro, если сравнивать с After Effects. Также понятно, что мы касаемся программы Media Encoder, потому что эта программа используется для экспорта в этих двух программах – Premiere и After. Поэтому, конечно, мы ее тоже касаемся. Итак, дорогие друзья, мы с вами разобрали содержание нашей программы повышения квалификации. Надеюсь, что данный курс покажется вам таким же интересным, как он показался мне, пока я его записывал. Повторюсь еще раз, если вы хотите познакомиться с этой программой и окунуться в мир VFX, в мир Motion Design, то данная программа повышения квалификации вам хорошо подойдет, потому что она показывает, что можно сделать непосредственно в данной программе и какие простые инструменты позволяют этого достичь. В целом, программа достаточно простая и интересная для освоения, поэтому, я думаю, вам это будет интересно. Спасибо большое за внимание и жду вас на видеостраничках нашей программы повышения квалификации, посвященной Adobe After Effects. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!